добрый вечер всем сегодня вечер покрова уже посмотрим что бог всем передает что иисус передает вообще всем или совет или пожелание или поддержку или ободрение что он передаст покров это не его праздник все-таки но религиозные его веры и что он передаст очень много он не даст потому что это не его праздник это не спас не троица но все-таки лишь тем более не пасха но все-таки что-то он передаст выбрала таро легенд анны стокис на котором символы драконов и единорогов денег то есть еще белая роза это три лучших символа я считаю вообще которые существуют и посмотрим чего он передал выбираете вариант я начинаю с первого ставьте на паузу кому не хватило времени первый вариант очень хороший настолько хорошая редкость он пошлет вам деньги первый вариант или здоровья и насчет здоровья он говорит вот реально говорит иисус он говорит что он не может вас полностью исцелить и вернуть вам здоровье как молодости но поддержать и продлить жизнь это в его силах но вы должны обращаться как можно чаще просить и за свой род и за себя лично за свой дом вы люди которые он не всегда принимает просьбы и молитвы именно за дом в основном человек должен за себя просить но вы можете просить и за свой род и за свой дом он вас услышит и он вас поддержит это десятка пентаклей что вы видите это и здоровье и деньги и мало того он даст вам денег вообще по роду тут четверка пентаклей и десятка пентаклей у вас на роду деньги написаны причем это деньги вам от рода или вам наследство осталось или энергия которая помогает зарабатывать деньги ну скажем свойства заработка вам перешло по роду по наследству кто-то у вас в роду был талантливый к заработку он это вам передал или вам напрямую передали деньги вы получили наследство тут кстати речь о наследстве очень даже идет тут луна в соединении с четверкой пентаклей и даже запросто вы можете могли или вы получали наследство уже в зависимости конечно от возраста на если вам 80 лет вы уже получали если вам 15 20 или 30 у вас еще это предстоит вы получите наследство вы получите жизнь долгую можно сказать этого вы выиграли да именно выиграли вы получите долгую жизнь вот эта пентаграмма с десяткой пентаклей с четверкой вот вам и бабочка довольно четко видна это бабочка это бабочка вот ваша бессмертная бессмертие как бы ваша ныне бессмертие но долгая жизнь продление у вас даже не в деньги пойдет больше а в продление жизни он так вот решил вам дадут исцелением здоровьем и долгой жизнью у меня это не говорится что вы будете нуждаться люди с десяткой пентаклей уж точно никогда не нуждаются вообще это карта богатства так что достаток тут будет если бы она была прямая но еще с какими-то пентаклями это было бы чистое богатство но тут деньги будут но основное ваше богатство это ваша долгая жизнь и здоровье может быть кто-то избежит смерти у вас из близких и еще тут говорится что у вас или питомцы есть или будут королева кубков с двумя волками белыми и они вам принесут очень много радости очень много счастья очень много любви особенно если это собаки они притянут к вам в дом и близкого человека в итоге затянут и принесут счастье а кому-то даже недвижимость у вас очень много по королеве кубков идет вот через питомцев через животных даже если вы их не можете иметь по какой-то причине значит кормите бродячих и жертвуйте на приюты для животных вам надо много жертвовать именно на животных заботиться о них если вы не склонны к этому совершенно значит жертвуйте на приюты для них кормите на улицах к вам пойдут большие блага именно через это через это ваш дом наладится и через это наладится ваша семья дальше те кто живет сейчас далеко от своего дома вплоть до того что кто-то в море у вас да или вы уехали из страны из-за войны вы вернетесь в свой дом будете жить в своем доме и будете жить счастливым кто наоборот хочет уехать за границу найти там свой дом доход и жить счастливо у вас тоже это получится но это не мгновенно это не мгновенно но и не долго по луне видите на карте высших сил она повторяет карту мир вернее мир карта повторяет карту высших сил так что это еще говорит о скорости если бы это было просто у нас миром это были бы мечты но так как это карта высших сил это говорит что ваши мечты реализуются и исполнится этому придет довольно быстро конец ну как бы конец времени ваше намерение осуществиться не могу сказать что это чистое там желание но намерение и вы переедете но грезы о доме о семье тут однозначно исполнится и тут грифон это не дракон то есть скорость быстрая но не самая быстрая этого всего исполнения а в целом жить вы будете неплохо по королеве кубков по десятке пентаклей жить будете хорошо и дом у вас свой будет обязательно по луне и тут четверка жезлов обязательно будет свой дом вот такой у нас первый вариант такое вам послание очень хорошее переходим ко второму второй вариант у нас король кубков четверка мечей паш жезлов шут перевернутый пятерка пентаклей перевернутый и повешенный двенадцатый аркан прямой очень интересно очень схожи с первым вариантом там было только пятерка вверху жезлов и четверка внизу а так одинаковые а вы человек он передает который привык бороться за свое и вы побеждали и в доме был ваш закон и с окружающими вы настаивали на свое мнение и у вас это получалось по королю кубков с одной стороны вы эмоциональны а с другой стороны тут четверка мечей еще четверка мечей это исцеление вообще-то больным это выздоровление облегчение облегчение вообще четверка мечей в болезнях это исцеление вот тут у нас повешенный человек водительный по пажу жезлов он у девушки пегас привыкли быстро действовать добиваться своего того насколько это возможно но сейчас вы в состоянии повешенного когда все застыло и при этом у вас шут выпал перевернутый это это говорит что вы сейчас ну тут этот шут ребенок в состоянии такого как маленький ребенок когда он не может сам что-то сделать он не может чего-то добиться он зависит от другим может сейчас как бы такие обстоятельства в стране у всех что мы все немножко идем под арканом повешенным так за нас все решают все делают и мы не можем ничем сопротивляться это не получится тут повешенный но при этом вы еще попали ну в зависимости от своего гороскопа в зависимости от вашей страны вы попали в самое еще легкое положение потому что тут есть шут под шутом очень все легко под шутом все легко это самая легкая карта и тут повешенный тоже он это не такой как на некро 13 он вас не душит и не падает в пропасть эта девушка спит и спит она в крыльях придет момент она проснется и повешенный уйдет он просто сам уйдет то есть эта ситуация она прекратится и вы вспорхнете как на пегасе придет момент и вы освободитесь от этого бремени от этого удушья и начнете заживете своей обычной жизнью придет момент вашего исцеления кто был болен с одной стороны вам исцеление с другой повешенный вот как бы побороть полностью болезнь невозможно пока но приходят моменты повешенный очнется а когда он очнется проснется это мигом развеется я вообще карте повешенным кроме некоторых случаев довольно положительно отношусь он говорит всего лишь о паузе которая быстро пройдет я его не рассматриваю что он в бесконечность повернется нет речь идет буквально о неделях или максимум месяцев повешенный на обычно ну не на тяжелых картах и никогда вокруг все плохо он быстро приходит в себя в общем как бы вам не казалось плохо или тяжело можно сказать что все равно вы в выигрышном положении потому что у вас шут выпал король кубков но еще король кубков говорит что у вас есть мужчинам что вы любимы а женщинам что у них есть любимый человек в общем то одно и то же с какой стороны не поверни и еще советуют вам не делать легкомысленных поступков каждый поступок вы должны много раз обдумать потому что он приведет к трате ваших сил к трате ваших здоровьев и к трате ваших финансов еще повешено если вы что-то делаете если вы что-то пытаетесь починить например пробить договориться по повешенному это бесполезно надо ждать пока он повернется а потом все будет очень легко вот вот такой у нас второй вариант мы прощаемся переходим к третьему третий вариант у нас рыцарь мечей перевернуты жрица восьмерка восьмерка пентакли восьмерка мир перевернуты семерка кубков перевернута и десятый аркан колесо фортуны перевернута Вы с кем-то расстаетесь Вы расстанетесь с кем-то Вы расстанетесь, причем эти отношения Они вас тянут только на дно Они не имеют никакого продолжения Вы расстанетесь с отношениями С человеком Кто-то уйдет с работы Но вы прервете некий обременительный союз Который уже вас только тянет на дно Как бы так Но у большинства это будет именно разрыв отношений Которые уже стали бессмысленными Вроде еще и любовь есть по семерке кубков И мечты есть А на самом деле вы уже расстались Рыцарь мечей он уже забрал И под ним мир перевернутый Это Ну конец в общем-то полный И колесо фортуны перевернуто Дракон летит вниз Это полный конец ваших отношений И они тянут на дно Если вы хотите порвать не с человеком конкретно личным Например какие-то рабочие отношения Или Ну бизнес отношения И даже отношения со страной Между прочим Вы не представляете Но страна тоже Очень тяжело может вас отпускать Она может не продаваться вашей недвижимости Создавать вам препятствия Чтобы уехать Именно сама страна И это очень сильно выражено Страна не отпускает Потом она может вас Возвращать Ностальгии Или даже вы временно присутствуете Она вас Не отпускает Такое тоже тут может быть И вы разрываете И уезжаете То есть у вас получится Кто желает уехать То вот получится У некоторых это сейчас Просто в буквальном смысле Там с этими повестками И прочее Это может даже в буквальном смысле быть Но вообще я говорила в переносном И это очень сильно работает Что страна может не отпускать Если у вас отношения с человеком Тут же рецепт перевернут Вот этот человек к вам равнодушен Думали вы, что он вас любит Он к вам равнодушен Он в отношении перевернутый жрица Это совершенно холодный разум Еще с рыцарем мечей вместе Этот человек к вам равнодушен Да и любил ли он когда-то Он сам уже не помнит Но сейчас уверен Что он абсолютно не любил Это потеря времени Это потеря здоровья Это потеря всего В общем-то И денег тоже Эти отношения Вы должны с кем-то порвать И от кого-то уехать Если вы этого не делаете У вас начнется ухудшение Причем тут ярко выраженное ухудшение Колесо фортуны вниз Вы должны с чем-то порвать А некоторые Ну это у редкого количества Но все-таки Может такие люди есть У вас какие-то предубеждения есть Это может быть разрыв С вашими убеждениями Хотя я думаю Тут это у многих сейчас На смене Когда Плутон меняет знак Подходит Может это у многих Вы расстанетесь с какими-то Это не физическое расставание И не с личностью Это расставание С вашими убеждениями С вашими знаниями Вы были уверены Что мир устроен так В чем абсолютно уверены Что мир устроен Вот Ну например Был Советский Союз И Америка Социализм Капитализм Потом это все рухнуло Оказался мир устроен неправильно Ну это самое такое Общедоступный Всем общеизвестный пример Сейчас оказывается Нет капитализма И вообще непонятно Что в мире И куда идти У некоторых Это представление О религии Тут жрится О философии Ваше представление Просто рухнут Это тоже очень Это даже если вы Физически расстается Пришел такой момент Что ваш привычный мир Ваша философия Рушится Она рушится И будет рушиться Еще больше Это болезненно Но так и есть Вы узнали Что мир устроен По другому Он не такой Как нам Казалось раньше У каждого Это будет свое И где-то Это открытие Оно неприятное Вы себя чувствуете Словно Обворованным Как это было Привычно И сейчас сказали Что мы жили В плохом мире Мир неправильный И все по-другому Да Это переворот В сознании Это переворот В сознании Это даже больше Чем физическое Ваше расставание С каким-то Конкретным человеком Вас Потрясет И даже вы Как бы На этом перевороте У вас доходы Уменьшаются Падают Восьмерка Пентакли Перевернута Но это не смертельно Но это вот Главное Это поворот В уме Но еще На бытовом плане Вам советуют Не давать Пока деньги Ни под проценты Ни в долг Ничего И Как бы Присматривайте За своими вещами Чтоб их не забыть И их не украли Такой у нас Третий вариант И мы прощаемся Переходим К четвертому Четвертый вариант Последний у нас Пятерка Семерка Жезлов И под ней Шестерка Пентакли В середине Семнадцатый аркан Прямой Под ним Шестой Прямой И последний у нас Тройка Кубков И Всадник Жезлов Кстати Выпадал В другой Варианте Паш Жезлов А тут Всадник А ваша Счастливая Звезда Взошла Вам Зажгли Счастливую Звезду Она у вас Горит И все У вас Жизни Наладится И повернется Совершенно Волшебным Образом И в любви Сложится И в деньгах Ну Первое То в любви Тут И тройка Кубков Ваше Разочарование По перевернутой Тройке Кубков Вам будет казаться Что вы потерпели Поражение Разочарование Это все Ерунда Потому что Тут есть Прямые Влюбленные У вас Все Наладится И кубок Победы Вы выпьете Тут и кубок Победы Только Выпейте Чуть позже Потому что Он перевернут Вообще Перевернутая Тройка Кубков Не говорит Что Ваша Победа Не настанет Ваше Время Не придет Ничего Подобного Оно придет Но с какими-то Задержками И даже Кажется Что вот Все срывается Дела срываются Дела Не идут Ничего Не получается А потом Все налаживается Даже без помощи Тут Рыцарь Жезлов Который несет Благие вести Он прямой Он рядом С влюбленными Если Вы ждете Известия С дороги К вам В любом случае Придет Известие Издалека Оно Будет Положительное Если Вы ждете Известия От государства Они тоже Будут Положительные Но сперва Вы Поволнуетесь По перевернутой Тройке Кубков Что-то Будет Не Налаживаться У кого Любовный Треугольник Вы В итоге Или с этим Человеком Или очень быстро Найдете Замену Вы Останетесь В любом случае У вас Счастливый Конец В любви Может Вы Одновременно Не расставшись С тем Человеком Встретите Еще Если Вы Чувствуется Совсем Не налаживается Расходитесь Срочно Потому Что Вам Идет Любовь Вот Привернутые Прямые Влюбленные Вам Свадьба Идет И Любовь Это Точно Улучшение Жилищных Условий По Влюбленным Вообще Влюбленный Это доход Выше Среднего Особенно Со Звездой И Он Довольно Ровный Доход И Все Чего Вы Желаетесь Вы Получите Ну Вот После Какого-то Сбоя Если Тройка Кубков Была Прямая Вы Получили Без Сбоя Но Она Перевернутая И вы Получите После Задержки Вы Поволнуетесь Может Даже Казаться Что Как бы Ваше Дело За что Хотели Все Пропало Ничего Не Получается А А потом Вот Как-то Налаживается Сколько Видела И Знаете Перевернутая Колесница В ближайшее Время Не надо Никуда Ехать Далеко Пока Не Надо Оставайтесь На своем Месте Но Не Очень Надолго Если У вас Загадывалась Поездка То Пока Обождите Лесница Перевернутая Надо Ждать Тоже Некий Застой Идет Ну Сейчас У вас События Логика Не управляется Управляется Звездой Звезды Логика Нет У нее Есть Цепочка Каких-то Удачных Событий И Понять Мы их Не можем Иногда Нам Кажется Что Страшно Не Везет И В аварию Тоже Можно Попасть По Счастливой Звезде Только Как Отделаться И Что Будет Но Это Может Там Вообще Был бы Летальный Исход А Так Это Смягчили Но В любом Случа У вас Жизнь Пойдет По Положительному Руслу Она Выстроится Она Поменяется И вы Через Какой-то Момент Будете Удивляться Что А вот Как Могло Быть Иначе Это Естественно А вот Неестественно Дальше У вас Есть Какой-то Талант Художественный Это Точно И Еще Вам Подарит Бог Долгую Молодость И Красоту Вы Будете Очень Привлекательны Ну У Мужчин Тут Будет Много Связей Любовных Если Вы К Этому Склонны Многие Мужчины Могут Встретить Девушку Своей Мечты Девушку Под Счастливой Звездой Именно То Что Вы Мечтали Но Самое Интересное Это Может Совсем Не Та Девушка Быть Которую Вы Нарисовали У Мужчины Это Практически Прямо Противоположно Любит Он Прямо Противоположно Того Чего Он Загадывал Так что Вам Придет Девушка Вашей Мечты В каком Бо Возрасте Не Бли Но Она Как Правило Да и По Звезде Это Часто Полная Противоположность От Того Что Мы Изначально Думаем Нам Понравится Потом Это Оказывается Нравится Противоположное Вот Такой У нас Четвертый Вариант И Мы Прощаемся